МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Христос воскрес! Сегодня православные верующие празднуют самый главный религиозный праздник – Пасху. Не надо паники. Как взять эмоции под контроль, расскажут эксперты. Депутат онлайн. Народные избранники решают вопросы граждан через социальные сети. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресенье. Его второе название – Пасха Христова. Это самый древний и важный праздник Богослужебного года. Праздник Пасхи начинается разговением после длительного Великого Поста. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и Пасха – сладкое блюдо из творога с изюмом. Крашеное яйцо – раньше это были только красные яйца, символ мира, обогренного кровью Иисуса Христа. Кулич – высокий хлеб из сдобного теста, символ тела Господнего, которым должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне, в Страстную Субботу. Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, в этот светлый праздничный пасхальный день позвольте мне всех вас поприветствовать со светлым Христовым Воскресеньем. Мы ныне торжествуем Пасху Господню, которая идет уже две тысячи лет по нашей земле. Пусть же Воскресший Господь коснется каждого сердца и воспламенится любовь к жизни, любовь к ближнему, любовь к Богу. Пусть будут все наши близкие, знакомые, родные в добром здравии, в дни испытания, которые мы с вами проходим. Господь помогает каждому из нас. В эти светлые и святые дни Пасхи достигнем новой жизни, достигнем воскресения Христова в радости и спасении наших бессмертных душ. Здоровья вам, любви, мира и помощи Божьей. Храни вас Господь на многое и благое лето. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В субботу 25 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение было принято Советом министров. В этот день государственные органы и организации могут добровольно провести субботник на рабочих местах или обустроить территории населенных пунктов. Заработанные деньги будут перечислены в областные бюджеты. Они будут направлены на подготовку детских лагерей и спортивных сооружений, а также на восстановление исторических и культурных памятников и мест боевой и воинской славы. Таким образом, 50% денег, заработанных в стране 25 апреля, будут поровну поделены между Национальным художественным музеем и мемориальным комплексом на месте сгоревшей деревни Алла Светлогорского района. Весенние каникулы подходят к концу. Министерство образования объявило, что учебный процесс в средней школе начнется в понедельник 20 апреля. По словам министра образования Игоря Карпенко, около 40% детей планируют посещать школу на следующей неделе. Отмечается, что родители, которые считают посещение школы опасным, имеют право не разрешать своим детям идти на занятия. В этом случае им следует продолжить обучение дистанционно. Учебные планы и расписание для каждого предмета должны быть скорректированы. Окончание учебного года, к слову, переносить пока не планируется. В Гомеле прошла электронная ярмарка вакансий. Управление по труду, занятости и социальной защиты городского исполнительного комитета организовало онлайн-диалог между нанимателями и претендентами на рабочие места. Электронная ярмарка вакансий в Гомеле впервые прошла в конце прошлого года. На этот раз работодатели предложили около 60 вакансий. К сожалению, некоторые предприятия не смогли войти в систему. Эту проблему пообещали решить к следующей электронной ярмарке. В общей сложности 307 безработных в настоящее время официально зарегистрированы в Центре занятости. Только на прошлой неделе было трудоустроено 44 человека. 12 человек прошли переподготовку. Среди наиболее востребованных профессий водитель троллейбуса, повар, продавец, парикмакер, штукатур, маляр. В Управлении по труду, занятости и социальной защиты Гомельского госполкома убеждены, что электронная ярмарка вакансий является перспективным направлением в работе по трудоустройству населения. Перепрофилированные предприятия, новые производства и активная работа волонтеров. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в деятельность многих субъектов хозяйствования. В течение недели наши корреспонденты внимательно следили за развитием ситуации. Среди тех, кто полностью прекратил выпуск основной продукции и мужских костюмов, открытое акционерное общество Коминтерн. Еще в начале марта здесь начали изготавливать марлевые маски. Примерно через месяц защитные костюмы для медиков. Комбинезоны, бахилы, фартуки и нарукавники. За прошедшее время объемы значительно возросли. Тех же масок с 10 тысяч до 35 тысяч в день. Предприятие работает в две смены, включая субботы. Сегодня на предприятии задействовано для пошива масок и комплектов для медицинских работников свыше 700 человек. Ежедневный план у нас достаточно большой, но мы понимаем, работа нужна. Она сейчас важна не только для нас, она сегодня важна как для города, области, так и для нашей республики. Поэтому в сутки мы выполняем план, порядка 35 тысяч масок выпускается. И трех тысяч комплектов для медицинских работников. Гомельский ликероводочный завод «Радомир». 11 апреля здесь начали выпускать новую продукцию – дезинфицирующие средства. Основное производство при этом не остановили. Необходимое оборудование разместили в помещении, где раньше находился склад. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы. И на данных площадях был налажен выпуск ДС-средств. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Сегодня за две рабочие смены завод производит 6 тонн дезинфицирующих средств. Пока они разливаются в 5-литровые бутылки, в ближайшие дни начнут использовать 900-граммовую тару. Кроме спирта в жидкость добавляется глицерин для минимизации вредного воздействия на кожу. И специальный ингредиент, который исключает использование спиртосодержащего средства, не по назначению. При этом на заводе настоятельно рекомендуют покупать такие средства только в аптеках, так как не исключены подделки, которые могут нанести значительный вред здоровью. Еще одно предприятие – общество с дополнительной ответственностью «Полидрев». Здесь выпустили партию нетканых полипропиленовых масок. Их качество намного выше, чем у обычных марлевых повязок. Благодаря легкости материала и в то же время его плотности, продукция станет хорошим дополнением к экипировке медицинского персонала. Двойная ткань, нетканный полипропилен. В принципе, подлежит дезинфекции. Можно его кипятить, ничего с ним не происходит. Можно погладить утюгом 90 градусов, тоже ничего не произойдет. Таким образом, ну, какая-то посильная помощь врачам будет оказана. Тоже тысячу штук мы делаем бесплатно, в любое время отдадим по потребности. Кроме того, Гомельский облсполком предложил руководству «Полидрева» изготовить защитные маски для работников больниц. Первая партия изделий из пластмасс составила около тысячи штук. Звоню в облсполком, нас стыкуют вот с этими волонтерами, которые занимаются в университете. Мы им передаем, вот так, просто без накладных, просто вот в подарок передаем, а они уже там по заявкам медиков распределяют. Волонтеры Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины в эти дни не только развозят защитные медицинские маски по больницам, но и сами их изготавливают. В том числе с помощью таких предприятий, как «Полидрев» и «Мультипак», поставляющих в университет необходимое комплектующее. Сегодня в производственный процесс здесь вовлечено все имеющееся оборудование, от 3D-принтеров до лазерных установок. На сегодняшний день более 25 медучинеждений по Гомелю были предоставлены щитки. Также мы уже работаем на районные центры. Корма, Хойники, Добруш, Жлобин – мы уже поставили более тысячи в общей сумме щитков. Практически вся продукция, изготавливаемая на предприятиях региона, из белорусских материалов. Это позволяет не только массово выпускать необходимое, но и делать это максимально оперативно. В открытом акционерном обществе «Химволокно» сегодня, как, впрочем, и ранее, загружены все мощности. Только если раньше не тканый материал направляли в строительную отрасль, а также для изготовления тех же подгузников и памперсов, теперь он используется только для медицинских целей. Олег Сентюров, Николай Скинтиян, Евгений Макеенко. Новости недели. Уже в начале мая все депутаты парламента вновь проведут приемы граждан на территориях своих избирательных участков. Записаться на личную встречу можно через помощников в регионах. Однако это не значит, что обратиться к народному избраннику получится только в это время. Все активнее депутаты выходят на связь онлайн, через личные странички в социальных сетях. Это на оперативность решений влияет и делу эффективнее помогает. Продолжение темы в нашей воскресной рубрике «Интервью». Депутатский труд. Игорь Владимирович, вот интересно, как представляли себе работу народного избранника до выдвижения и какой она оказалась на самом деле? Если честно, я изначально себе эту работу представлял более рутинной. Ну, потому что законопроекты, их изучение, изучение мнения общества, потом вынесение изменений. Я думал, что там сейчас завален буду бумагой. И в своем относительно молодом возрасте думал, вот как я буду, ну, хотелось бы более живой работы. Но на самом деле, когда я столкнулся с реальностью и уже попал в эту атмосферу, кардинально изменилось мое мнение. Это ежедневные круглые столы, это сбор какой-то информации от общественности. А каким она способом собирается? Это либо электронным, либо формирование организации с совещанием, с привлечением каких-то заинтересованных людей. Управленческий опыт в Союзе молодежи помогает сегодня? Ну, не то чтобы помогает. Это, наверное, основным моим сейчас является фундаментом вот этот опыт, который я получил для как можно максимально быстрого старта в законодательной деятельности. Деятельность в кругах. Для чего она нужна законотворцам? Ну, это, наверное, основа вообще в принципе депутата, получение обратной связи от избирателей. Потому что все мы прекрасно понимаем, что основное наше место работы находится в городе Минске, а круга, от которых мы избраны, они находятся здесь, в Гомельской области. И, конечно, за неделю, которую мы раз в месяц посещаем свой округ, в течение пяти рабочих дней мы работаем в округе. И здесь задача наша максимальное количество охватить население, встретиться с ними, услышать их чаяние в каких-то бытовых вопросах, но и как депутат парламента, конечно же, обсудить те поправки и законопроекты, которые в ближайшей перспективе планируются вноситься на рассмотрение. И что думают не просто обычные обыватели, а ведь я встречаюсь и с непосредственно теми людьми, которые будут исполнять эти законы, исполнительная власть. Потому что это, наверное, основа любого закона, проработать его на всех уровнях, чтобы он учел всех интересы, на кого он направлен, кто его будет исполнять. Потому что порой очень много подводных камней в любом вопросе. И вот наша задача депутата за этот пятидневный срок максимально, скажем так, пообщаться с населением по вопросам будущих законов. Это одна сторона медали. И вторая, конечно, безусловно, серьезная часть работы – это помощь в решении тех или иных проблем. Что сегодня наиболее актуально для вашего округа? Ну, для нашего округа, наверное, как и для всей области, и, в принципе, для сельсоветов, конечно, это ямочные ремонты, дорожные работы. Сейчас надо отдать должное уже благодаря программе «Чистая вода» ежегодно, ежегодно в Гомельском и Добровских районах устанавливается по пять станций обезжелезывания. Потому что, ну, очень большая была проблема на сельской местности качества воды, которая идет с скважины. Но при всем при этом надо отдать должное, что местные советы депутатов хорошо срабатывают. И сказать, что повально поступают обращения – такого нет. Есть вопросы, которые, к сожалению, местный совет депутатов не может решить, потому что это вопрос уже области, или даже может быть республики, или даже может быть закона. Вот здесь мы уже должны подключиться и помочь местным депутатам. Сегодня многих депутатов несложно отыскать в социальных сетях. Вы на своей странице в Инстаграме вовсе подчеркиваете, что это онлайн-приемная народного избранника. Какие задачи помогает решать такая форма взаимодействия с избирателем? Ну, на дворе 21 век, и основной, наверное, сейчас, скажем так, источник информации для населения – это, наверное, все-таки интернет, социальные сети. Ну, все мы сейчас там. Так или иначе, едем в автобусе, сидим где-то на обеде, вечером дома. Поэтому для депутата немаловажна обратная связь. Неважно, касается это обращение граждан, либо обсуждение того или иного законопроекта. И сейчас, наверное, для нас, депутатов, которые избраны народом, золотой век в плане общения с населением. Потому что, ну, раньше такого не могли себе позволить, чтобы выносить какой-то вопрос на общественное обсуждение. Собирали зал из 50 человек и обсуждали. А сейчас твое, скажем так, аудитория ограничена только количеством подписчиков. И одновременно к тому или иному вопросу могут до 2000 человек подключаться для обсуждения. Кто-то почитал и не оставил комментарий, либо не написал личку. А очень многие откликаются и высказывают свое мнение. Например? Да, были примеры, что вот когда готовились предложения по внесению изменений в административно-правовой кодекс. В инстаграме, в фейсбуке, вконтакте я пустил клич, видеообращение о том, кто сталкивался с такими наказаниями, которыми, на их взгляд, либо несоизмеримый, скажем так, размер штрафа содеянному, либо вообще за такое надо устно давать предупреждение, а потом уже в следующий раз уже наказывать. Поэтому очень много людей откликнулось. Я всегда говорил и говорю, что 24 часа в сутки, если сейчас я не прочитаю, то через час, может, через два часа я обязательно прочитаю и каждому отвечу. Спасибо за это интервью. Успехов в делах. До встречи в эфире. Спасибо. Всегда быть спокойным так, наверное, не бывает. Тревожиться это нормально. Например, в тех случаях, когда человек чувствует угрозу или оказывается в незнакомой ситуации. Так работает инстинкт самосохранения. Но бывает, что из функционального чувства тревога превращается в патологическое – панику. Именно в сегодняшней неблагоприятной эпидемиологической ситуации количество людей, у которых эмоции выходят из-под контроля, увеличилось. Марина Джалла узнала, что с этим делать и какие советы дают эксперты. Звонок на горячую линию, беседа с психологом или психотерапевтом – это доступные способы вернуть эмоциональное состояние в норму. Некоторым достаточно разговора по телефону, другим нужен личный совет психолога, а кому-то уже медикаментозная терапия. Стыдиться нечего, когда трудно противостоять стрессу, поможет специалист. Не откладывайте собственные психологические проблемы на потом, просто позвольте себе поддержку. По словам психологов, так называемая коронавирусная паника ухудшила эмоциональное состояние многих пожилых людей, которым пришлось самоизолироваться. Трудно в одиночестве, тоска по близким, отсюда и тревожное расстройство. Советы для всех достаточно общие, но эффективные. Во-первых, это любое действие. То есть есть даже такое правило, если тебе плохо – действуй. То есть когда человеку тревожно, грустно, ему нужно отвлекаться на любое действие. Недавно по телефону доверия рассказывала женщина, что когда на нее нахлынивает состояние тревоги, она идет и перемывает по дому всю посуду. Ее это очень сильно успокаивает, потому что она в действии, она сосредоточена на какой-то работе, тревога уходит. Чтение книг, просмотр каких-то приятных телепередач, любимая еда. Еда, например, зеленый чай, шоколад и бананы – это три продукта, которые действительно убирают уровень тревоги в организме. Занятие – спортом. Как понять, что эмоции вышли из-под контроля и пора обратиться к специалисту, рассказывает психотерапевт. Тревога гиперболизированная. Когда человек испытывает вот эти вот патологические ощущения, например, как сердцебиение, нечувствие нехватки воздуха, паника, желание куда-то бежать, с кем-то говорить, опять-таки вот это вот тревожное, неописуемое состояние. Но при этом тревога направлена куда-то туда, что может быть, но, скорее всего, не будет. То есть, когда, например, люди уже на 100% уверены, что они переболели COVID-19, либо они считают, что у них пневмония, но при этом нет никаких признаков и каких-то опасений для этого. Вот с такой проблемой уже можно обращаться, как минимум, на горячую линию, либо к психологам, находящимся в поликлинике. Мы решили поинтересоваться у гомельчан, насколько их тревожит распространение коронавирусной инфекции и связанное с этим ограничения и угрозы. Естественно, тревожимся, потому что в семье есть дети, переживаем за детей. По возможности пытаемся их изолировать от посещения детских садов и школ. Ну, как вам сказать? Я бы не сказала, что тревожусь. Нет? Чуть-чуть. Чуть-чуть тревожимся. Тревожимся, ну, в какой-то мере. Переживание есть, руки обрабатываем, все процедуры проходим, которые необходимы, но на улицу все-таки выходим. Если честно, я не сильно тревожусь по поводу коронавируса. Тревожишь, когда ко мне подходят микрофоны. Сидела три дня дома, но это невозможно. Еще раз учусь ходить. Вот вышла с книжкой, но тут же людей мало. Нет, я не боюсь коронавируса. Неизвестное, безусловно, часто пугает, и это норма, как летать на самолете или прыгать с парашютом в первый раз. Используйте доступные профилактические меры, но не запрещайте себе жить. Если качество жизни серьезно ухудшается из-за стресса, позвоните в Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу по круглосуточному номеру 315161 или назначьте встречу с психологом или психотерапевтом. Сделать это можно анонимно. Марина Джала, Валерий Копанько, Новости недели. Валерий Копанько, Новости недели. Валерий Копанько, Новости недели. Здесь сегодня нас познакомят с пасхальными традициями и научат красить яйца двумя способами. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте учиться расписывать яйца. Присаживайтесь, пожалуйста. Способ у нас есть один. У нас может быть вариант покрашенное яйцо, да? Их называли крашенка. К вот этим крашенкам мы с вами видим здесь пример, то, что можно использовать иголку и выцарапывать изображение. Это получается шкрябанка. Основных два сегодня у нас инструмента – писачки. Вот один вариант писачок и вот такой вот вариант у нас писачка. А это все краски? Они называются анилиновые краски. Сейчас принципиально мы с вами не используем цвет. То, что касается пасхальных яиц, это тема обряда. То есть мы готовимся к определенному обряду, чтобы что потом с ними делать. Или разбивать эти яйца, да, в битки играть. Или дарят, как подарок яйцам. Перед каждой Пасхой с мамой вот собираем шелуху и шелухой красим. А как вот еще? Все правильно. Натуральные красители есть. И кора могла использоваться, и травы могли использоваться. И вообще, в принципе, тема покраски яйца – это тема весны. Это когда расцветает природа. И мы сегодня вот тоже с вами видим, да, можем как бы использовать то, что уже у нас природа нам подарила. Ну и вот собраны здесь у нас вот такие вот варианты, когда можно делать по-белорусски отбиток, а по-русски подскажите отпечаток. Для начала закладываем воск в кветку и ждем, пока он там расплавится. Здесь соблюдаем два принципа. Не опускаем песочок в парафин и не держим прямо над огнем. В первом случае он может засориться парафином, во втором начнет чадить. Мы берем в руки яйцо. Допустим, начинаете просто с линий. Здесь у вас, видите, получается тоненькая линия, которая практически незаметна. Ну, тема толщины – тоже дело как бы каждого. Так сильно близко подносить не надо, оно от этого чадит. И от этого у вас черным воск становится. Я поняла. У людей история у большинства такая, что то, что видно, то значит правильно. На самом деле это не факт. Теперь можем вам предложить следующий вариант. Это вот песочок с гвоздиком. И в данном случае мы с вами тогда берем некрашенное вот это вот яйцо вареное. Мы дожидаемся того момента, когда воск растает. Нам надо, чтобы воск был жидкий. Макнули, капнули. Отчасти он похож немножечко на капанку. Но капанка именно капается с расстояния, и оно там получается, как получается. Дальше ваша задача – вот этому огоньку сбоку подносим. Ждем, когда он заблестит, воск, ну и немножечко начнет скатываться. То есть на сам верх вот так вот плюшкой делать нельзя, потому что он начнет чидить. Мы видим, вот он заблестел, воск. Стерли. То есть сейчас мы стираем воск, ну вот и остается. Да, да, да. То есть поэтому и используется воск, что это опять-таки натуральный продукт, и даже если он попадет в организм человека, то ничего с человеком не приключится. Ну вот, наше яйцо готово. Теперь надо сыграть в традиционные пасхальные игры. На перегонке чуяйцо быстрее и в битки. Начнем? Кто из нас? Кто? Теперь так. Ну, белорусский победитель. Ну вот, сегодня нас научили расписывать яйца разными способами. Воском и, собственно, драпонькой подсказывают мне. Так что знайте, что это всегда интересно, но надо быть аккуратным, чтобы все красивенько получалось, а не так, как у меня. Вот. До встречи в следующей программе. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.